Министерство просвещения России подготовило поправки в государственный образовательный стандарт, согласно которому школьники в программе по истории будут изучать так называемую специальную военную операцию в Украине. Также будет скорректирован базовый курс истории. О перспективах образования поговорим с российским историком Виктором Мучником. Доброе утро. Доброе утро, Виктор. Здравствуйте. Как вы оцениваете вот этот приказ Министерства образования, который появился, который корректирует сейчас, да не только в принципе базовый курс истории, но и литературу там обозначает в общем-то вектор направления? Ну я не удивился. Все это укладывается в общую логику нынешнего милитаристского безумия в России. История не могла остаться вне этой логики преподавания истории. И это, конечно, беда. Я подумал, честно говоря, вот первое, что я подумал, когда это все прочитал, я подумал о своих бывших студентах. Я же больше трех десятков лет преподавал на ИСФАКе. И многие из моих студентов сейчас преподают в школе. Я знаю, что многие из них заражены нынешним всем в полной мере. Но есть и честные, и профессиональные ребята, бывшие студенты, которым сейчас придется очень трудно. Они окажутся в ситуации двоемыслия, потому что они будут знать, как на самом деле. А им придется ориентироваться на эти стандарты. Им придется непросто. Ну и понятно, что детей жалко, которых будут готовить к тому, чтобы становиться пушечным мясом при помощи уроков истории. В общем, конечно, это плохо. И здесь все содержится, здесь же ложь на уровне понятий. Вот в этих госстандартах употребляется термин специальная военная операция. Между тем, эта самая так называемая специальная военная операция уже длится дольше, чем финская война, про которую тоже будут рассказывать учителя истории. В общем, это, конечно, несчастье. Виктор, вот меня как раз совсем-таки не удивило, что они включили вот эти вопросы, эти формулировки в программу истории. Но меня удивила скорость, с которой они это сделали. Про что это может свидетельствовать? То есть подготовка была сделана заранее? Или вот вы думаете, что это такой достаточно спонтанический шаг, спонтаничный шаг? Ну, я не исключаю, что что-то такое могло готовиться заранее. Но дело же не в этом. Сейчас везде, на всех уровнях государства российского работает то, что может быть названо опережающей лояльностью. Тебя еще не попросили что-то сделать, а ты уже отчитался, что ты очень лояльный человек. С чиновниками просвещения то же самое. Они отлично знают, чего хочет начальство. И его желания исполняют, даже если эти желания еще толком и не сформулированы. Иногда это все выглядит достаточно безумно, вот как нынешние инициативы, совсем уж безумно, как нынешние инициативы Госдумы по борьбе с вывесками на иностранном языке. Но люди, которые вот эти все инициативы предпринимают, они, повторю еще раз, очень хорошо знают, чего от них хотят. Вот вы сейчас говорите, и, знаете, мне вспомнилось, собственно, уже свое окончание школы, 92-93 год, уже и Советского Союза нет, а в программе еще были апрельские тезисы Владимира Ильича Ленина и, в общем-то, данные по первым съездам партии. Мы это изучали, потому что это до сих пор оставалось в школьной программе, и, по большому счету, знаете, это никого, в общем-то, не смущало. Насколько вот сейчас будет смущать российских учителей, что вот так вот быстро переверстывается программа, вы говорите, вводят термины. Да, они же, в принципе, и были. В советской истории тоже были термины, которые объясняли освобождение Западной Белоруссии, Западной Украины совместно с гитлеровскими войсками в 1939-м. в 1940-м годах. То есть, ну, насколько сейчас вот для учителей это будет сложно переформатироваться? Ну, знаете, я сам учился в советской школе. Вот. И прекрасно помню о том, ну, о той логике двоемыслия, которая вот была у меня, как у школьника. Я был из такой семьи, где много читали сам издат, и, в общем, мои представления об истории изрядно разнились с теми, что преподавалось в школе во многих аспектах. Но при этом я знал, да, что в школе говорить можно, что нельзя. Вот. Поэтому, естественно, и в нынешнем мире, там, у людей в нынешней России все-таки разные взгляды, да, и достаточно большое количество школьников понимает, что их семья, допустим, относится с неодобрением к войне, и сами отлично будут понимать, что такое война, и что это совсем не спецоперация. Да, конечно. Но при этом школа, школа будет давить. Школа будет давить на них, школа будет давить на учителей, и в нынешней российской практике, когда все больше и больше доносов везде происходит, учителя будут опасаться говорить то, что думают, и школьники будут приспосабливаться к ситуации. Это ненормально. С другой стороны, еще одну вещь хочу сказать, которая, мне кажется, важной. А вот в 1866 году, извините за историю, все-таки длительное такое воспоминание, в 1866 году один немецкий автор произнес суждение, очень важное для тогдашней Германии. Битву при Садове выиграл прусский школьный учитель. А сражение при Садове, победа пруссаков над австрийцами, это была важнейшая битва в смысле становления немецкого национального государства. И тогда эта фраза звучала очень пафосно. А в 20 веке к прусскому школьному учителю появилось очень много вопросов. И Германия достаточно много уроков извлекла из вот этого вот, из того, как должна и как не должна преподаваться история в школе. Так вот, я хочу сказать, что Мариуполь его снес с лица земли в каком-то смысле тоже российский учитель истории. Потому что программки, даже вот в эти 20 лет, если посмотреть на них внимательно, школьные, они ведь все еще строились, программки по истории, как история государства российского. Не история людей, а история государства, история войн, которые трактовались как исключительно оборонительные. И в результате мы имеем то, что имеем. И вот в будущем очень много придется поработать над переформатированием преподавания истории в школе, над переформатированием школьных программ. История должна перестать быть историей государства. каковой она сейчас является. А история должна перестать быть историей начальства. Но сейчас очень четко понятно, насколько историю использует в своих целях сам Владимир Путин. Мы помним, с чего началась в принципе эта война. Она началась с лекции Владимира Путина. По истории, ну можно так сказать, да, то есть вот это его обращение, оно в принципе было в каком-то мере уроком истории, но написанной под тем углом, которым Путину она видится. И вот теперь, когда в программу включают воссоединение Крыма с Россией и говорят о том, что Россия возрождается как великая держава в 21 веке. Ну вот хватит ли у россиян смелости все-таки понять и сказать о том, что это просто ложь, что, конечно, историю можно использовать в своих политических целях, но так ее перевирать абсолютно невозможно. На самом деле здесь еще одна беда, про которую, наверное, надо сказать. Вот вы не случайно упомянули о лекции по истории, которую прочел Владимир Путин. А Владимир Путин, как и значительная часть общества, они больны тем, что я называю клеофренией. То есть он погружен в прошлое, причем в несуществующее прошлое, в нереальное мифологическое прошлое. И значительная часть общества погружена в него же. это очень большая беда, то, что люди думают не о, там я не знаю, не о том, как, например, распределяются налоги в России, то, что их касается непосредственно, что там из регионов забирается большая часть налогов невозвратно и тратится не пойми на что. Люди не про свою текущую жизнь думают, не про будущее думают, они думают про какие-то древние великие победы, про печенегов, половцев, вот про это все, причем совершенно безотносительно к реальности. И вот эта повернутость голов назад, она формирует нынешнюю реальность. Но нельзя без конца в будущее пятиться задом. А с Россией и с российским начальством происходит именно это. споткнешься. Вот они сейчас, сейчас Россия очень сильно споткнулась. Вы знаете, вы говорите о формировании действительности, да, мы уже тоже неоднократно с различными экспертами это обсуждали в эфирах, что формируется сейчас достаточно странная действительность в России, которая опирается на какие-то там подвиги дедов. И вот возвращаясь к этому приказу, с которым мы начали разговаривать, Минобразование, я в него заглянул, там есть перечень собственно авторов, которые в литературе фигурируют в школьной программе, с которыми должны быть ознакомлены школьники, иметь понимание, умение толковать эти произведения. И в частности, там вот такие вот авторы фигурируют. Мандельштам, Пастернак, Солженицын с повестью «Один день» Ивана Денисовича, Джордж Оруэлл, что сейчас удивительно для белорусской действительности, где запрещено роман 1984. Ремарк, Хемингуэй, то есть вот с одной стороны дают этих авторов детям, которые я не случайно этих авторов перечислил, потому что, в принципе, их произведения были всегда антивоенные, антимилитаристские, такие антитоталитарные, антитоталитарные, да, бутовские, прежде всего. С другой стороны, вот ребенок, получается, должен уметь сделать анализ этих произведений, а потом, в общем-то, обернуться и увидеть свою действительность. Это уже просто когнитивный диссонанс в голове может возникнуть. Зачем такие произведения появляются тогда? Ну, вы не поверите, я вчера делал ровно то же, я изучил программку по истории, потом с очень большим интересом просмотрел программку по литературе, посмотрел, ой, хорошие авторы, хорошие тексты. Но опять же, ведь так же было и в советские времена, не в такой мере, конечно, Мандельштама не было и Орвала тоже не было. Но была замечательная русская классика, был там Хаджимурат Толстого, я там не знаю, история одного города, Салтыкова-Щедрина, Герцена мы читали, вот, мы читали прекрасные тексты. Да, но тогда эти произведения как бы показывали, скажем так, вот негативную суть царского режима и давали нам понимание того, что сейчас-то социалистический режим совсем другой, он смог побороть вот этот царизм. Это смотря, как читать эти тексты. Вот, уверяю вас, было достаточно большое количество школьников и были неплохие преподаватели литературы, которые могли объяснить актуальность этих текстов. И для меня, например, для школьника, я себя помню, школьником, для меня было совершенно очевидно, что история одного города щедрена. Это не только про царскую Россию, мягко говоря. Да, это даже и сейчас актуально. А как вы считаете, есть ли преподаватели в России, готовы ли преподаватели в России какие-то, какая часть сейчас объяснять российским школьникам, что Джордж Оруэлл, роман там «Скотный двор» или «1984» это фактически про сегодняшнюю Россию? Я ничуть не сомневаюсь в том, что найдутся такие учителя. И найдутся учителя, которые будут обладать умением говорить эзоповым языком, намекать, объяснять школьникам при помощи каких-то иносказаний то, что они думают. Но другое дело, что вот эзопов язык это же, ну, назовем вещи своими именами, это язык раба, эзоп раб. И то, что сейчас школьных учителей будут понуждать фактически вот к этим снова ухищрениям, иносказаниям, то, что школьники дома одно, а в школе другое, вот это все будет происходить, это уже происходит. Виктор, это вот дальше будет лучше. Это, да. Да, скажите, а как Вы считаете, когда напишут настоящую историю России, войны, которая идет сейчас, которую развязала Россия, когда это станет возможно? Это станет возможным ровно тогда, когда... Нет, ну, во-первых, я не исключаю, что кто-нибудь напишет эту историю в эмиграции, как уже не раз в России бывало. Вот, и это может случиться достаточно скоро. А нормальную историю в России, последнего периода истории России, напишут ровно тогда, когда существующий режим прекратит свое существование, убежден в том, что это случится. И мне почему-то кажется, что это случится еще при моей жизни, я это режим. Редактор субтитров